Всем привет! У нас сегодня выходной и мы уже едем в пущу. Сейчас наберем водички и поедем к озеру гулять. У нас хорошая погода, ну как хорошая погода, 10 градусов тепла и иногда морозит дождик. В общем сыро, но очень тепло. Поэтому мы решили поехать погулять и подышать воздухом. Мы сейчас наберем водички, вот подъехали к церкви, к нашему любимому месту. Здесь людей, конечно, много, но здесь всегда много людей, особенно в выходные или в праздники. Кто водичку набирает, кто в церковь. Вот сейчас смотрим, много с детками, значит, наверное, Кристины были. То есть папа сейчас придет, он в Будле возьмет, наберет водички. Мы уже приехали в пущу, к озеру. Здесь немножко замерзший там вот с левой стороны лед, но он уже такой, видно, тает. А там все уже размерзшее, там, скорее всего, течение, поэтому все размерзлось. Наш папочка пошел спиннинг побросать. Я ему говорю, давай удочку буду сейчас ловить рыбу. А он говорит, ох, тебе вот эта рыбалка. Не знаю, мне нравится рыбалка, интересно. Словить и выпустить. Главное, словить и выпустить. Да, Владик? Смотри за ней, чтобы она водичку не... А вода чистая, но там сверху палочки всякие. Владик, а ты видел, какая чистая вода? Да, палочку Виталинка взяла, да. Дося, к водичке не подходи, зайка. Не подходи к водичке, хорошо? Владусик, посмотри за ней. А то она сейчас тут нахозяйничает. Вот тут мне нравится. В прошлый раз, когда мы были, здесь как раз был лед пробит, и, видно, ловили рыбку. И здесь, получается, дно песочек. Только что перед нами были люди, они купались. Ну, конечно, на улице 10 градусов, тепла, уже можно купаться. Владик, слышишь, видел? Вот ребята только что уехали, они купались. Бегали такие там, разминочку сделали, покупались, купнулись, все сели в машину и поехали. Вот это здоровый образ жизни, я понимаю. А это палочки бросать. Дети? Ух ты, а это все лед, да, Владик? Я вот увидела с далека и говорю, что лед. Смотри, вот тут вот замерзшее все, здесь, наверное, мелко. А там, получается, все размерзшее. Сейчас пойду попрошу у папы удочку. Будет нервничать, да? Виталинка, ты не говори, дети, ты говори, Владик, Владик. Дети, дети. Владусь, ну смотри, за ней пошла к Гене. Ген, а удочку мне достанешь? Да я вижу, наш друг. Он же рыбки хочет. Виталина увидела котика, который все время к нам подходит, когда мы в Пущу приезжаем. Что, убежал котик? Убежал. Виталина бросает хлебушек, рыбок кормит. Уточек нету, они все вот там, подальше, к нам не плывут. Ну, они увидят, что мы кормим, вернее, что мы бросаем хлебушек, они к нам приплывут. Да, Виталинка? К водичке близко не подходи. Очень классно, солнышко пытается пробиться сквозь тучи. Классная погода. С утра был дождик, а сейчас вот погода уже, конечно, как весной. Гена мне решил приготовить удочку. Я решил? Я попросила. Я вон хлебушек сделала такой, потому что у нас на удочку нет ничего там, опарышей, червячков, такого нету. Виталинка, а что ты ищешь? Уточки, кошки. А это не для уточек, это для рыбки. Для уточек я тебе дам другой хлебушек. Это Лина уточек хочет кормить. Дось, а может мы не будем сейчас еще кормить? Может они сейчас приплывут к нам, когда увидят, что мы здесь. И потом мы им дадим этот хлебушек, а то ты сейчас его весь бросишь, и потом не будет чем кормить. Да. Или хочется? Да хочется. Хочется. Ну на. На, корми. Хочется. Папочка, вот я сделала какую штучку. Мотай. Правильно. Это для рыбок. Это сейчас на удочку папа будет одевать. Смотри. Видишь он? Мало еще? Наверное, надо еще, да? Конечно. Владик, ты удочку хочешь закинуть? Не? На спиннинг. Нет. То есть это я только. Рыбачка, да? Давай мне. А спиннинг, ты уже побросал что там? Ну ты же мне не дала. А, я не дала, точно. Давай мне удочку делай. Давай. Мама. На. Слушай, погода, конечно, прелесть. Ну, хорошо. Слушай, оно, наверное, растает и все, и уже не будет в этом году. Хотя могут еще морозы удавить. Мама, это не. И вода такая чистая. Не надо. Владусь, слышишь, ты присмотришь за ней, я пойду брошу. А, ты будешь бросать, Ген? Я пока глубину сделаю. Хорошо, хорошо. А, так ничего не будет. Хорошо. Тут ветки. И вот так вот положи. Положи, там же хлеб, но надо все время следить. Ну, будешь следить тебе. Потянет, тогда будешь следить. Все. Да. Как только удочка поплывет, так все. Рыба есть. Конечно, удочка поплывет. Ага. Ну, она же серьезная. Виталинка. Что, Виталинка? Владик, пройдите с ней. Она хочет бросить хлебушек. Что она командует? Она хотела хлеб, что-то с хлебом сделать в воде. А, она хочет бру... А, это она хочет сделать вот такой шарик, как у меня. Нет, такой шарик не надо. Вот я и говорю, не надо. Конечно, не надо. Это же она повторюха-муха. Слушай, что-то не клюет, Гена. Сейчас я тебе дам, подожди. Виталин, а где твои машинки? Вот тут. Вот тут? Так бери машинки, играйся. Ты же взяла с собой машинки. В общем, у нас сейчас релакс. Тихо здесь, спокойно. Гена там уединился, ловит. Ген, слышишь, сзади снова кот идет. Бежит. Сзади кот идет, да. Течением уносит мою удочку. Удочку, да, Виталина? Виталина говорит, хочу рыбы. Рыбы Виталина хочет, да? Ну что, Ген, ждем сегодня большую рыбу? Да вроде нет. Нет? Что-то тишина. Котик пришел. Лащица. А он ждет, да. Привет, дружок, ты уже нас знаешь? Да, ты такой балованный. Вот ты же балованный. Ждешь рыбку. Ну, если словлю, я тебе дам. Хорошо? Такой красивый, ухоженный такой. Хозяин парка. Так, Виталина куда-то убежала. Пошла я. Кто там упал? Виталинка? Виталинка, ты зацепилась? Села удобно? Ну что, теперь тебе давай ручки вытреми, покушаешь печеньку? Нет? Так, а что у меня здесь? Не клюет. Что-то у нас подклевывает. Ага, это был обман. Здесь такая тишина, такой релакс. Все спокойно. Вот там немножко дальше люди приехали жарить шашлык. В общем, отдых уже для шашлыка подходит. Спокойно можно приезжать и жарить. И, кстати, вот мы где-то уже час находимся, и совершенно не холодно. Виталин, тебе здесь нравится? Да? Виталины дел очень много. Она там и в песочке роется, и под корнями что-то находит. Машинка играет. Да, Дать? Песок. Песок, да, моя Китя. Привет! Давай, сфоткаемся. Я потом тебе дам, пойду печеньку, конфетку, как мы договариваем. Да? Давай, смотри на Владика. Смотри. Я иду за конфеткой, иду. Пошли. Конфетку, печеньку, у меня все в рюкзачке. Подожди, надо же посмотреть, где я. Я кофе попью, можно? Владик, бери печеньку. Петерин, если ты будешь туда сунуть свой носик, то я не найду тебе конфетку. Да. Можно я тебе найду конфетку? Да. Подожди. Сколько конфет здесь? Два, три, пять. Два, три, пять. Один, два, три. Рюкзачок упал. Да. Два, три, пять, три. Так, одну конфетку кому? Владику. Давай, Владику. Бери. Да. Владику, молодец. Ой, чудо ты. Ну, хорошо, что она завернутая. Еще обтрусила. Вторую понесла. Папе? Да. Хорошо, пошли папе отнесем. Ген, она тебе конфетку несет. Да я. Ты сама? Иди сама, хорошо. Ген, смотри, она хочет сама. Я, конечно, подстрахую, потому что тут такие склоны. Да, она тебе несет конфетку. Кстати, тебе коробочка пригодилась, которую мы купили? Ух ты, как классно. Смотрите, как тут все уложено. Вот. Вот богатство моего мужа. Мам, у тебя мусор. Мам, у тебя мусор. 19 гривен в АТБ. Органайзер. Очень классный. Давай мне мусор. Кстати, между прочим, это не только для рыбалки. Это даже вот для резиночек Виталинки. Для всяких там ее прекрасно украинском украшений. Просто что хочется для девочки такой более розовое, красивое. А это такое для мужчин. Ой, пошла я кофе побил. Ты аккуратненько там иди. Деловая. Все, разделила всем конфеты? Молодец. Мы уже немножко начинаем подмерзать. Ветерочек поднялся. Да, Виталин? А это я себе достала кофе. Дай покажу ребятам кофе. Кофе. Вот видите, Виталинка у меня кофе хочет забрать. Нельзя кофе? У тебя есть свое. Виталина хочет забрать кофе. Нельзя. Посмотри, что она творит. Она у меня кофе забирает. Давайте дам твою бутылочку. В общем, в такой чашечке у меня вкусный, теплый кофе. Я уже так начала чувствовать, что я подмерзаю. Поэтому, наверное, сейчас одену шапочку, перчаточки. Владик уже перчаточки одел. Где там Владика перчаточки? Покажи перчаточки свои. Вон, видите, уже в перчатках. А Виталина без перчаток, да? Ну что, мама, у тебя не клюет? Не клюет. Не клюет у меня. Все, Дость, пошли тогда уже домой, да? Или еще попьем кофе, чаек. Хорошо, сейчас дам. Кофе тебе нельзя. Ты же знаешь, кофе для взрослых. Нет. Нет. Виталина, ты рисуешь? Двери. Давай тебе волосы. Двери? Двери, конечно. Тут машинка и домик, да, мы нарисовали? Волосики у нас. А где домик? Вот. Вот домик. А вот это машинка, да? Так она-то уже тут... Она же уже перерисовала здесь. А-а-а, она перерисовала. Ты что, не видишь? Конечно. Ну да. Она вроде здесь все переоделала. Да. Виталина, Виталин. Давай. Дядь, высоко тебе? Хочет высоко? Ну, как обычно. Вот зачем высоко? Я вот не понимаю. Ну, кайфует она от этого. Тебе надо высоко. А теперь тихай. Да. С тобой бежать? И далеко мне бежать. Слушай, Виталина, папе ж тяжело бежать. Бежать? Вот хорошо, что мы выехали сегодня в пущу. Дышим воздухом. Правда, Виталин? Конечно. И Владика он вывезли. Потому что школа, дом, школа, дом. Гулять не хочет ходить. Говорит, что там делать на улице. Ну, если б снег был, конечно, они с мальчишками постоянно ходят на горку кататься. А в этом году они, конечно, планы строили. И серьезные строили там. И куда они будут ходить уже и кататься. И все. Но в итоге не сложилось. Мне кажется, такой зимы, чтобы вообще не было снега, у нас еще, по-моему, не было. Вот я не помню. То есть всегда был какой-то период, там, неделю даже. Пусть две недели. Но какой-то период снег был. Да, Доча? Это ты бросила там печеньку. Ты кормишь уточек. Я видела. Папа, мошо. Что еще? Еще такое. Виталина вон бросила печеньку. Говорит, уточек буду кормить. Любит она уточек кормить. Смотри, Ген. А видишь, вот там лед есть. Вот туда дальше. Там, наверное, мелко. Поэтому там и пляжик для детей, видишь? Наверное, мелко там. Хотя, не знаю, может, течение все-таки. Ветерочек. Вон как. Солнышко пыталось пробиться, а потом снова нашли тучки. И солнышко спряталось. Может, даже и дождик начнется. Как ты думаешь? Смотри. Может. Тучки такие. Все люди повыезжали на шашлычок. Ну, конечно, такая погода. 10 градусов тепла. Это вообще красота. 2 февраля, 10 градусов тепла. Мы уже собираемся уезжать. И последний хлебушек, какой остался, решили бросить. Уедем, уточки подплывут, покушают. Виталина. Виталина, не балуйся. Хотели уезжать, и начала рыбка возле берега прыгать. Гена решила еще раз забросить. Похоже на щучку, да? Ну, похоже на щучку, да. И вот там вот возле льда только что щука прыгала. Так видно было. Что, зайка? А все, хлебушек уже все выбросили. Владик уже весь хлебушек выбросил. Я ему отдала все, что было. Нет хлебушек? Нет. Доченька, мы уже все, все, что было, это надо, кстати, забрать, выбросить. Давай, доченька. Мы мусор увозим с собой. Правильно, Виталин? Так, а здесь есть кусочек, Владик? Маленький кусочек есть. Вот тут маленький. Вытащи, дай ей, пусть бросит. Тучки. То есть, то нету. Но они так быстро летят. Вот там вот тоже тучки есть. Доченька, не подходи к водичке. Ты же знаешь, да, дочь? К водичке подходить близко нельзя. Виталинка. Вот уже. Хозяйка. Мам, вот так вот так. Вот так вот так? А я такой... А, ты хочешь, чтобы я сделала вот такой вот шарик? У меня сейчас зайчик не получится. Во-первых, надо много хлеба. Во-вторых, надо его в воду макать. А так не получится. Так, бросай. Уточки покушают. Не хочешь бросать? Нет? А хочет теперь, чтобы Владик сделал. Владик тебе тоже так не сделает. Да. Ты же понял, что она хочет? Да. То, что я делала. Теперь к папе. Да. Спасибо. Бросай. Нет, она хочет же... Виталинка, я же тебе... Ну, она хочет сделать, как я делала, шарик вот большой для рыбок. Не, не надо бросать сверху. Бросай. Молодец. Ну что, последний раз и погнали. Погнали. Давай еще раз. Давай, последний разочек. Так, сезон мы открыли? Или он может еще закрыться? Да он не открылся. Мы ничего не словили. А, ну мы-то не словили, но мы же приехали со спиннингами. Мы в этом году вообще долго ездили с ним. Не замерзало, снега не было. И лед здесь стоял буквально чуть-чуть. Она хочет бросить сама. Ну, здрасте. Бросить сама. Я тебе сделаю твою удочку, и ты будешь бросать ее. Хорошо? Надо купить такую детскую с рыбками. Знаешь, на мальчик. Да. Кстати, у нее нет. Между прочим, мальчишек была такая удочка. А мы ей что-то не купили. Надо купить. Вот этого у нас нету. Игрушек море. А вот удочки нету. А она же рыбачка. Ну, конечно. Как она кричит. Хочу рыбу. Доченька, не подходи к водичке. Виталинка? Все или еще раз? Да все, потому что она уже к воде сильно близко подходит. Все, пошли в машинку, дочь. Пошли. Тихо, тихо, тихо. Смотри. Все? Да. Пошли. Мальчишки наши забегали в АТВ. Что вы там купили? Апельсинки купили. Как обычно. Апельсинки и хлебушек? Вот в этом АТВ были. Ой, тут плохо видно. Апельсинки и хлебушек. 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 Продолжение следует...